С каждым годом все лучше и лучше становится. Мы уже несколько раз приезжаем к вам, и каждый год удивляемся переменам, которые происходят. У нас как-то сдышает. Классно здесь. Европа. Мы приехали за границу с Баварией. Еще много работать надо, чтобы такие же услуги были, чтобы люди были довольны. И цены еще не соответствуют услугам. Мы были в Сочи парке. Детские аттракционы – это чудо-чудно. Но пообедать там негде. Это безумные деньги, просто стоит там пообедать. Вот это. А так все замечательно. Мнение о самом популярном курорте в Краснодарском крае разделили отдыхающих пополам. Те, кто бывал за границей, считают, что цены в Сочи иногда выше, чем уровень услуг. Зато туристы, традиционно выбирающие Кубанское побережье, замечают – сервис стал гораздо выше. Нынешний сезон для курортов Краснодарского края – как экзамен. Из-за недавнего запрета на отдых в Турции миллионы россиян выбрали родные пляжи. Но вчерашние от Миносанкции снова заставят конкурировать с заграничными берегами. Конкуренцию Черноморскому побережью могут составить азовские пляжи, которые серьезно недооценивают как турфирмы, так и сами отдыхающие. Палатки, беседки и еда на костре – именно так аскетично для многих выглядит отдых в этих местах. Но потенциал азовского побережья гораздо больше, уверен Вениамин Кондратьев. На косе долго, излюбленном месте винтсерфингистов. Губернатор оценивает местный пляж. И остается им недоволен – многие здесь отдыхают дикарями. Из-за этого ейские чиновники, видимо, над благоустройством решили голову не ломать. Как бы ни было, дикари – не дикари, это в первую очередь люди. Из-за них мы тоже несем ответственность. То есть вот сегодня на этом пляже они практически брошены, предоставлены сами себе. И не только взрослые, но и дети. Вот об этом идет речь. Коллеги, нужно пляж или обустроить, или закрыть. Третьего не дано. Вот сегодня ответственность очень серьезная на власти, только потому что, не дай бог, что с детьми потом не оберемся. С косы долгой Вениамин Кондратьев проделывает обычный туристический маршрут на набережную Ейска. В прошлом году ее полностью благоустроили. Местные изменениям рады, но чтобы привлечь еще больше туристов, нужно развивать курорт дальше, делятся яйчане с губернатором. Что сегодня сделали для того, чтобы, вот мы говорим, чтобы на самом деле турист здесь появился. Будет турист, ну просто, будет экономика, будут налоги, будет жизнь другая. Я помню, вот такая, вот такая я здесь была. Была свистульки, вот эти акации, заросли, грязь. Кто здесь местный? Ну что, не так, что ли? А сейчас, вы посмотрите, самим приятно выйти, самим приятно, хорошо. Действительно, что, да, вот там дальше камни на берегу. Вот это вот удручает отдыхающих. И все в основном едут на пляж, хотят на песочек. А там вот камень, и нам самим неудобно на камнях. В условиях рынка привлекать отдыхающих нужно нестандартными предложениями, которые как раз в Ейском районе есть. Например, грязелечение и винный туризм. Сегодня есть наши производители, вы тоже наши производители. Конечно, чтобы была экономика, в том числе на курорте. Неважно, на Азовском в целом, или на Черноморском даже, или в Ейске. Это запутая цепь. То есть, чтобы покупалось вино, а для меня важно сегодня развить курорт. По названию Азовского берега, нужен турист, нужен отдыхающий. Чтобы нужен отдыхающий, он должен сюда привезти, он должен завлечь. Чтобы его завлечь, нужно создать условия для того, что он приехал. И все вместе это даст этот эффект. Азовское побережье сейчас место бюджетного отдыха. О нем знают, но такого пиара, как у Черного моря, нет. Ситуацию надо менять, говорит губернатор на совещании по развитию туристической отрасли. Упор необходимо делать на местный колорит, за которым едут курортники. И фишкой тут могут стать кубанские продукты. Винни Минкандратьев уже не раз говорил о создании единого оператора, который бы снабжал здравницы, выращенной в регионе продукции. Что мы сделали для того, чтобы в санаториях, на территории Краснодарского края, появился наш региональный продукт питания. Все, что можно, какую нашу местную продукцию, санаторий уже использует. По некоторым видам продуктов до 100% доходит. Это молоко, хлебная продукция. Наиболее тяжелая ситуация у нас с обеспечением рыбой и овощами. Потому что не могут пока наши производители обеспечить круглогодичный, равномерный процесс. У вас был год, и ничего не поменялось. Что сегодня говорит директор санатория? Он говорит, коллеги, при всем уважении, я готов брать кубанскую продукцию, которая произведена в Краснодарском крае. Только поймите, что мне нужна продуктовая корзина. Ему нужен оператор с нашей кубанской корзиной. То есть, неважно, он не будет покупать отдельно мясо, молоко, колбасу. Ему нужно тот, кто привезет корзину, в которой все это лежит. Но сегодня выиграет тот оператор, который пошустрее. И он предлагает директору санатория корзину из импортных овощей, фруктов, мяса, и в том числе и непонятно откуда молоко или молочные продукты. А где наш оператор? Почему мы его создать не можем? Еще один шаг в развитии курортной отрасли всего региона – выведение из тени мини-гостиниц, которые прикидываются частными домами. Они нигде не стоят на учете, и проконтролировать качество услуг там практически невозможно. Губернатор предлагает усовершенствовать систему патентов для таких предпринимателей. Это позволит пополнить местные бюджеты и улучшить сервис. Не проще ли здесь ввести патенты, попытаться продавить патенты на фермерном уровне, заплатил и живи спокойно весь сезон, по большому счету. Но вопрос только в том, чтобы муниципалеты задвигались, нужно, чтобы как минимум половина, а может больше этого патента стоимости уходила в муниципальные бюджеты. Патент может быть недорогим относительно. А если каждая мини-гостиница купит недорогой патент, то для муниципального бюджета, вы видите, это будут большие деньги. Коллеги, вот в зале есть предложение? Реально. Очень дельное предложение. Патент 25-35 тысяч с гостиницей, где, допустим, 70-100 мест. В принципе, этого бы вполне хватило. И опыт показывает, что они охотно это выплатят. Они их заплатят. Они заплатят. Лишь бы вы им обеспечили спокойную жизнь. На примере города, когда мы начали этим заниматься, мини-гостиницы, 4 года назад заплатили нам 30 миллионов. В прошлом уже больше 120 миллионов. Это те, которые принимают отдыхающих. Вопрос, который тоже влияет на комфортный отдых, застройка в пределах береговой линии. Нередко уже в 100 метрах от моря можно увидеть небоскребы и стекла и бетона. Полет фантазии застройщиков нужно приземлять, говорит Кондратьев. Высотность зданий должна уменьшаться к морю. Регион обязан иметь единый курортный облик. Мне сегодня важно, чтобы архитектурный облик курортных городов тоже был приведен к какому-то одному знаменателю. Это не значит, что сегодня все набережные и все курортные города должны выглядеть одинаково. Но у каждого курортного города должно быть свое лицо. Если мы не можем создать, давайте хотя бы не напортим. Давайте хотя бы оставим побережье нашим потомкам. Уже завершены внесения изменений в правила землепользования и застройки в части этажности. Киринжик, Сочи, Ейск, Темрюк. На стадии завершения находится Марсик, Стопс и Анапа. Это нам осталось завершить и эта работа ведется. Для того, чтобы уменьшить этажность в сторону моря. Озвученные предложения должны сделать курортную инфраструктуру региона комфортной для отдыха в любой ценовой категории. Чтобы туристы в следующий сезон остались на отечественных пляжах, а не вернулись на открытые турецкие берега. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Игорь Хашобин, Кубань-24, Ейский район.